Девушки отдыхают Каждое утро они будут рассказывать вам о том, что происходит за этими закрытыми дверями, о закулисье утреннего города и о том, сколько невероятных возможностей большой город готов предоставить вам сегодня. Этим утром с вами Сергей Шубенков и Алиса Селезнева. Сегодня в программе. Путешествие на Дикий Запад. Утро на ранчо Аванпост. Такие разные завтраки. Чем накормить жаворонков и сов? Молодой да ранний. Многообещающее знакомство с театральным артистом Игорем Титовым. Это вы можете. Что надо танцевать, чтобы прослыть самым модным? Сереж, ты для чего меня сюда привел, тем более в такую рань? Мы здесь для того, чтобы ощутить, как просыпаются настоящие мужчины. Ну а мне-то это зачем? Я тут при чем? Ну ты знаешь, это, конечно, больше нужно мне, потому что, ну, в Москве я как-то зачах и хочется, ну, какой-то что ли брутальности. Что ты вообще понимаешь под словом «брутальность»? Я тебе сейчас объясню. Так вот. Ты понимаешь, брутальность для меня это, в первую очередь, скорость, гора мышц и море тестостерона. Понятно? Ты знаешь, мне известен всего один персонаж, обладающий всеми этими характеристиками. Просто удивительно, что вы тоже знакомы. Ты говоришь о коне, правильно? Да, я говорю о коне. Ага, ну вот по этой причине мы с тобой, Алиса, находимся на настоящем ранчо, как на Диком Западе. Это ранчо. Ранчо, простите. Револьвер через ключо. Осторожно. Ага, не даете. Ушел. Добраться до Дикого Запада, Подмосковье, можно по Минскому шоссе. Всего-то в ста километрах от Москвы расположено ковбойское ранчо «Аванпост». Как же я все-таки рада, что мы сегодня снимаем сюжет именно здесь. Я так люблю лошадей. Они такие красивые. А еще они фотогеничные. Я захватил с собой камеру. Так что поснимаем сейчас. Смотри, видишь, вон там вдалеке табун лошадей. По-моему, они пришли на водопой. Правда, далеко? Далеко, потому что вот с этим объективом сейчас все будет четко видно. Вот так, вот, вот. Смотри, видишь? Класс. Правда, лошадки. Ой, очень красивые. Сережа, лошади, по-моему, бегут прямо на нас. Сережа. А, так это прикольно. Я сейчас поменяю объектив. Быстро, быстро, держи, держи, держи. Быстро бегут, слушай, мы не успеем убежать. Слушай, я тоже быстро меняю объектив. Я чемпион по смене объективов. Много, мы вдвоем. Вот с этим объективом я смогу снимать близко. Класс. Кони, целый табун. Класс. Сережа, снимай. Сережа, лошадки. Сережа, сними меня и лошадок. Это реально дикий запад. Смотри, как... Стой на месте, не бойся, не бойся. Вот так хорошо. Я не боюсь, мне страшно, правда. Отлично. Селфи, 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 селфи с лошадями. Вот это очень круто, особенно вот эти кадры в движении. Как тебе удалось вообще поймать такой красивый кадр? Слушай, ну я вообще крутой. И у меня классный фотоаппарат Sony Alpha 6000. Весь фокус в том, что у него самый быстрый автофокус. Шесть сотых секунды. И готовы хорошие, а главное, четкие фотографии. Это же даже быстрее, чем у большинства профессиональных зеркалок. Ну, как говорится, мал да удал. И, как ты видела, с ним можно использовать разные объективы. Но это огромные возможности для творчества, что я так люблю. Вот это прикольно. Близительно, шикарный фотограф. Ой, верни-ка, пожалуйста, вот эта лошадка, да? Да. Что она делает? Ну, если хочешь рассмотреть эту фотографию получше, давай я перекину ее с фотоаппарата на планшет. Так. Очень быстро. Вхожу здесь в приложение, нажимаю эту кнопку. У моего Sony Alpha есть Wi-Fi и NFC. И можно в одно касание перекинуть все снимки на планшет, смартфон или телевизор, если у них есть тоже NFC. Это же невероятно удобно. Ну что, сама хочешь поснимать? Так, на какую кнопочку нажимать? Вот эта кнопка фотографирует, вот это зум. Ближе, дальше. Ближе, дальше. Так. О, у тебя новая лотарка. С рассвета до 9 часов утра животные обычно наслаждаются природой Подмосковья, а потом возвращаются обратно в Леваду. На базу лошади возвращаются счастливые, довольные и ужасно грязные. Если вы видите грязную лошадь, и вам кажется, что о ней плохо заботится, хозяин, вы ошибаетесь. Дело в том, что для лошади быть чистой – это некомфортное состояние. Любая лошадь, выпущенная в природу, тут же найдет в себе грязь и в ней изваляется. Такие привычки не от скверности характера. Дело в том, что так копытные избавляются от паразитов и кожных болезней. Но очень скоро здесь появятся первые наездники. А ради них придется пожертвовать состоянием здоровой загрязненности и преобразиться. Иногда даже внешне. Лошади очень любят поесть. Расписание дня у них такое. Всего два часа лошадь спит, а все остальное время, то есть 22 часа в сутки, она ест. Так что перекормить лошадь невозможно. Единственное, что может отвлечь лошадь от трапезы – это необходимость кого-нибудь покатать. Ну, давай смелее, залезай. Давай-давай-давай-давай-давай. На него. Представь, что это, ну, велосипед, допустим. Вообще-то он как-то великоват для велосипеда. Ладно, хорошо, тогда это мотоцикл. Залезай, давай. Слушай, мотоцикл себе стоит, не шевелится, а этот вон шевелится и дышит. Слушай, это даже хорошо, что он еще вообще дышит, потому что ты пытаешься на него залезть уже час, по-моему. Давай-давай, вперед. Ну что, а давай-ка ты сам на него лезь. Чингис-хан, стой, 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 держите его. Так, сейчас. Пошел. Сейчас, секунду. А почему ты не представляешь себе, что это мотоцикл? Да просто у меня штаны очень узкие, вот они удобные. Понимаешь, я хипстерский, узкий, жмут. Коня, на которого так и не смогли залезть наши ведущие, зовут Чингис-хан. Несмотря на грозное имя, это чуть ли не самый спокойный и надежный конь во всем табуне. Что хочешь с ним делай, он не дрогнет. Поэтому, когда проходит инструктаж с новичками, чаще всего отдуваться приходится именно ему, красавцу Чингис-хану. Кстати, долгое время в России не было каких-то специальных пород лошадей, предназначенных для конного туризма. Поэтому здешние обитатели – результат скрещивания двух-трех, а иногда и четырех пород разных лошадей. Такие мекисы гораздо лучше подходят для работы с наездниками, особенно начинающими. Но совсем недавно здесь появился новый житель. Гордость и отрада хозяина ранчо – конь по кличке Биг Бен. Эти лошади уникальны тем, что кроме обычных для лошадей алюров шаг, рысь и галопа, у них есть хода. Они передвигаются фактически шагом со скоростью галопа. Человека при этом не трясет абсолютно. Ты можешь ехать на этой лошади и ехать очень быстро, и при этом ты сидишь как на диване с пультом около телевизора. Лошадей такой породы нет больше ни у кого в России. Порода красиво называется «роки маунтин», а переводится это как «лошади скалистых гор». Пока Биг Бен живет отдельно от всего табуна и посетителей не катает. Дополняют антураж различные экзотические для средней полосы животные. Например, изящные ламы и весьма забавный страус. Не ранчо, а настоящая машина времени. Дикий запад, ковбои, необъезженные мустанги. Главное, чтобы не началась золотая лихорадка. Сереж, это у нас карета? Это повозка. А, я думала, карета просто так, кабриолет. Это смешное вообще. Вот машина без крыши – это кабриолет, а вот карета без крыши – это повозка. Ишь. А ишь – это мотоцикл. Сереж, мы сегодня есть вообще будем. Я вообще-то даже не завтракала. А чего так? Ну, не могу я завтракать с утра, мне прям кусок даже в рот не лезет. А ты во сколько спать ложишься? Это тут при чем? Ну, Алиса, от того, во сколько человек ложится спать, от того, во сколько он просыпается, зависит, что лучше ему есть на завтрак. Вот жаворонки, они едят одно, совы вообще совершенно другое. А ведущие утренево шоу, они вот что едят? А ты смотри и запоминай. Все люди, как известно, разные. Но каждый без исключения нуждается во сне. Кто-то ложится пораньше и встает ни свет, ни заря. А кто-то полночи бодрствует и просыпается ближе к обеду. Первые – жаворонки, вторые – совы. Что между ними общего? Правильно. И те, и другие после пробуждения идут завтракать. Ну, я так думаю, что жаворонки – это те люди, которые просыпаются рано, и им надо более или менее плотно поесть. И, соответственно, люди, которые просыпаются позже – это совы. Наверное, предпочтительнее еда более, значит, не калорийная, для того, чтобы плавно перейти в обед. Самое главное для завтрака – это энергетическая ценность продуктов. Естественно, жаворонку нужно калорий в два раза больше, чем совам – около 400-500 килокалорий. При этом вариантов завтрака может быть бесконечно много. Обычно это основательный такой завтрак. Некоторые завтракают кофе и куассаном, другие, значит, это яичница с сосисками, с поджаристым беконом, с помидором, с грибами. Вот. Может быть, это какой-нибудь пирог, может быть, это багет с запеченной бужениной. Шеф-повар ресторана «Март» Карло Сарамани имеет 20-летний опыт работы в сфере питания, не только в России, но и за рубежом. Он предлагает свой оригинальный завтрак для ранних пташек. Для этого мне понадобится, значит, лосось, соль, перец, итальянский сыр рабьёва, тесто фило, очень тонкое, нежное тесто. Нарезаем лосось и очень аккуратно делаем роллы. Здесь важно не спешить, тесто действительно очень тонкое. После этого ставим в духовку на 12 минут и можем готовить лапшу из огурца и цукини. Я заранее нарезал тонко на слайсере огурец и цукини. Тонко нарезаем. Таким образом у нас получилась лапша. Заправляем нашу лапшу апельсиновым соком, мёдом и кунжутным соусом. Достаем из духовки приготовленные роллы и завтрак готов. Шеф-повар уверяет, что это идеальный комплекс для раннего подъёма. Приятного аппетита. Роллы с лососем и лапшой из огурца и цукини. Лучший завтрак для жаворонков, который зарядит энергией на целый день. Вариантов завтрака для сов также достаточно много. Важно только соблюдать одно правило. Завтрак должен быть лёгким. С совом, значит, я бы предложил фруктовый салат, это другой какой-нибудь салат из овощей с какой-то заправкой. Для того, чтобы на желудке не ощущалась тяжесть. Карлос Романи предлагает более оригинальный вариант завтрака для сов. Салат с тушёной свёклой, бальзамике и кремом из козьего сыра. Это прекрасный салат из запечённой свеклы с бальзамиком и кремом из козьего сыра. Прекрасный завтрак для сов. Очень вкусно. Неважно, сколько вы любите спать, важно правильно позавтракать. Совы и жаворонки, приятного аппетита! Вспомни хотя бы того самого коня, который снимался в фильме у Стивена Спилберга. Такой загорелый, да? Ну, с чёлочкой ещё, да? Он вёл себя на съёмочной площадке лучше, чем некоторые актёры, и прекрасно справился со своей ролью. Жалко, что его на Оскар не номинировали, а так очень круто было. Ну и гонорар наверняка у него был, знаешь, поменьше. Ну и да, там не долларами выдавали, а просто овса насыпали и как бы будь счастлив. Хотя, ты знаешь, кое-кому на съёмочной площадке надо бы уже поднапрячься. Ты сейчас кого имеешь в виду? На самом деле есть, есть хорошие актёры, и один из них сегодня у нас в программе. То, как зарождается талант, толком неизвестно. Но сегодня у нас есть уникальная возможность наблюдать процесс превращения молодого талантливого актёра в настоящую звезду театральных подмостков. Знакомьтесь, Игорь Титов, студент школы-студии МХАТ, мастерской Дмитрия Брусникина. Ну вот моё утро, собственно, начинается в Камергерском переулке, потому что школа-студия МХАТ, в которой я учусь, находится прямо перед нами. МХАТ была всегда для меня запредельной материей. Приехал первый раз в поступании в 2009 году. Я три раза поступал в школу-студию, три года, и только на третий год поступил. Люди, знающие толк в театральном искусстве, высоко оценивают его работу и работу его однокурсников. Из стен Альма-Матор они ещё даже не выпустились, а на их учебных спектаклях всегда аншлаги. Это театральная афиша учебного театра школы-студии МХАТ. И здесь раз, два, три, четыре, пять. Пять спектаклей нашей мастерской. Очень хорошо. Сегодня мы играем «Конармию». Премьерный спектакль. Вчера была премьера. Было всё очень неплохо. Перед дневным прогоном спектакля «Конармия» он хочет зайти в клуб-мастерская, чтобы немного отрепетировать собственную песню. Иногда Игорь выступает в московских клубах ещё и как певец. Музыка занимает особое место в жизни Игоря. Она появилась гораздо раньше, чем любовь к театру. Однажды взял в руки гитару и пошло-поехало. «Конармия» — это балет-оратория, соединяющий электронную музыку, ансамблевое пение, аллегорические ожившие картины и драматические отрывки. На лицах актёров нет грима. Всё выражается с помощью голоса, интонации, движений. Вполне возможно, что мы присутствуем не только при рождении новой звезды, а сразу в целой плеяды звёзд. Журнал «Афиша» назвал мастерскую Брусникина событием сезона 2012-2013 годов. И несомненно, что сегодня их ждёт успех у зрителя. Несмотря на свой ученический статус, студенты Брусникина заткнули за пояс многие профессиональные труппы. Ну что же, а через несколько минут здесь, на этой сцене, будет происходить священодействие под названием «Конармия». Это второй наш показ. Вчера был первый, а сегодня второй. Второй показ, он сложнее, чем первый, всегда проходит. Очень волнительный. Я, конечно, уже волнуюсь. И сейчас пойду настраиваться, чтобы сегодня всё получилось. Хорошего просмотра всем. А ну-ка смотри, что я тут нашла на этом ранчо. Как оно тут? Как оно? Алиса! Убери, пожалуйста, ствол. Ненароком? Случайно? Кого-нибудь убьёшь, кого-нибудь заденешь? Ну что-то, я ведь никогда в жизни не стреляла даже. И не надо начинать. А как думаешь, у меня получится, нет? Оп! Получилось! Опа! Нормальный вообще-то. Мне же получается! Конечно, у меня получается! А ну-ка, энергичнее! Быстрее, быстрее, быстрее! Серёженька, это энергичный танец! Опа-опа-опа! Опа-опа-опа! Ты что творишь? Давай даб-степ, Серёжа! Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Модным или не модным сейчас является все, даже танцевальное направление. Танцевальные стили меняются каждый год. Какими же танцами модно заниматься сегодня? В настоящий момент пользуются спросом андеграундные направления, такие как хип-хоп до сих пор, немного вок, джаз-фанк. Мне кажется, это самое коммерческое и актуальное сейчас направление, на которое больше всего ходит народу. Современный танец – это в первую очередь место, где его танцуют. Дискотеки и клубы призваны просто давать хорошее настроение. Поэтому танцы для таких мест достаточно просты с технической точки зрения. Но при этом гораздо важнее сам образ танцора, его вовлеченность в танец. Во многом открытием последнего десятилетия стал танцевальный стиль «Хаос». Для танца характерны ритмичные движения и быстрая зажигательная музыка. Все это на танцполе смотрится очень динамично. Постараемся в полную силу. Дискотека! Особенно, когда танцоры включают на всю катушку аудиосистемы Sony серии «Шейк». Ее мощности в 3000 ватт хватит, чтобы наполнить чистым звуком любой танцевальный зал. А светодиодная подсветка даже на репетиции поможет создать атмосферу яркой вечеринки без дополнительной светотехники. Стиль хип-хоп – это все еще самый модный и популярный тренд молодежной культуры. Этот стиль впитал в себя элементы фанка, попа, брейка и даже джаза. Хип-хоп, кто занимается, да, это ребята не только танцуют, ребята рисуют граффити, это определенный стиль одежды, это определенный стиль жизни. Даже аппаратуру на своих репетициях танцоры используют самую продвинутую. Например, современный бумбокс от Sony, аудиосистема серии GTK с подсветкой и дидже-эффектами. А поддержка Bluetooth и NFC позволяет запустить плейлист со смартфона, планшета или плеера простым касанием. Современные танцы не только те, которые появились в последние годы. Многие хорошо известные стили приобрели новую окраску и становятся популярными. В последнее время очень пользуются популярностью аргентинское танго и Caribbean Mix. Сальса, бачата, меренги – это танцы, основанные на импровизации. Танцы, которые можно танцевать с разными партнерами. Те же танцы, они никогда не повторяются. Caribbean Mix – латиноамериканское направление танцев, по популярности не уступающее даже хип-хопу. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Страстность латинских ритмов все больше привлекает к себе новых поклонников. Танец, он не знает возрастных границ. Каждый может относительно своего возраста подобрать для себя соответствующую нагрузку. Точно так же выбрать либо более какие-то динамичные танцы, либо медленные танцы. Танцевать – значит быть современным. Танцевать современные танцы – быть модным. Возможно, в скором будущем традиция заниматься танцами снова станет повсеместной, и балы также вернутся в моду. Осталось только узнать, какие именно танцы будут исполнять на таких балах. Ну как ты так упал, а? Ну ведь я тебе говорила, не надо за уши лошадь держать. Ну ты бы хотя бы потренировался что ли для начала, а? Тренировки для слабаков. Я вот сейчас пойду и к быку зайду. Ты что, любишь бо, что ли? Он же растопчет тебя, псих. Я не псих, я ковбой. Смотри, ковбой. К девчонкам – не ногой. И кому ты нужен сейчас такой? С вами были Алиса Селезнева и Сергей Шибенков. Ковбой. То последний, то дурак. Субтитры сделал DimaTorzok